Дорога железная, как ниточка тянется, а все, что построено, все людям достанется. Для предприятия Ремпуть железная дорога это клубок с длиной нити в 760 километров. Такой протяженности нет ни на одном металлургическом предприятии России, и чтобы поддерживать ее в должном техническом состоянии требуются колоссальные человеческие усилия. Мы не преувеличиваем именно колоссальные. За неполный 2016 год на Магнитогорском металлургическом комбинате было перевезено 125 миллионов тонн грузов. По территории ММК беспрерывно курсируют сырье для производства стали и готовая продукция, которая должна быть доставлена потребителю точно в срок. Даже если на железную дорогу упадет метеорит или рельсы разберут на металлоломы на планетяне, это не аргумент в оправдании железнодорожников. Груз должен быть поставлен без опозданий и точка. Вот такой занятный экспонат мы нашли в музее предприятия Ремпуть. Газета «Гудок» писала о железнодорожниках Сызранского депо, которые систематически выпускали на линию паровозы с серьезными дефектами, угрожающими безопасности движения и вызывающими огромные пережоги топлива и поломки в пути. Четверых виновных приговорили тогда к тюрьме на сроки от 8 до 10 лет. И еще 10 человек расстреляли. Не церемонились с людьми в 1937 году. Сейчас, слава богу, времена другие, но спрос железнодорожников по-прежнему серьезный. Зазеваешься на минутку – китайцы мигом соорудят великий металлический путь. Вся эта прелюдия к рассказу о том, какую важную роль играет на ММК молодое предприятие с коротким, но емким названием – Ремпуть. В декабре ему исполнилось 12 лет. Но его традиции, философия и, не побоимся этого слова, духовность начали формироваться на ММК свыше восьми десятков лет назад, когда магнитка впервые увидела чудо, изобретенное отцом и сыном Черепановыми. И когда это чудо впервые взобралось на гору Ежовку. По экономичности и мощности паровоз, конечно, уступал своим потомкам – тепловозу и электровозу. Однако значительно превосходил и тот, и другой по выносливости и неприхотливости. Он был способен выдерживать 400% перегрузок относительно расчетной мощности, а отапливаться мог порой совершенно немыслимыми видами топлива, например, сырыми осиновыми дровами. И, были и такие прецеденты, сухой воблой. Ремонт паровоза стоил значительно меньше, чем тепловоза или электровоза. Гораздо дешевле, чем электроэнергия и солярка, обходились уголь и мазут. Именно эти качества паровоза во многом определили бесперебойность работы железных дорог на ММК до, во время и после Великой Отечественной войны. Магнитогорский металлургический комбинат год от года становился все мощнее. Росы его клубов железных дорог. Чтобы содержать их в порядке, ремонтировать, а также следить за исправностью паровозов и вагонов, на комбинате создавались специальные службы, которые сегодня объединены в одно большое предприятие «Ремпуть». Оно было организовано на базе цеха пути в 2004 году. Это было время, когда только пошло становление так называемых дочек комбината. Это был цех пути 400 человек. Сейчас у нас 6 цехов и служб. Это 1650 человек. В основном инфраструктура железнодорожная. Ну и в 2012 году мы пополнились цехом подготовки вагонов, который изготавливает многооборотные средства крепления для отправки рулонов продукции комбината в порты. Цех пути начинает историю с 1932 года. Все эти годы его работники проводили капитальный и текущий ремонт железнодорожного полотна. Сегодня капитальным ремонту подвергается от 13 до 14 километров дороги в год. На одного монтера пути приходится 5 километров полотна. Работники цеха обслуживают более 900 километров путей. Помимо ММК, свою железную дорогу цех удоверяет метизнокалибровочные и цементно-огнеупорные заводы. Обслуживать их цех начал в 2016 году. Техника для ремонта путей в цехе постоянно обновляется. Только за последние два года здесь появились два погрузчика для строительных работ. Это установка передвижной домкрат, который позволяет проводить, например, выкатку колесных пар для их ремонта более безопасно, чем раньше. А вот это чудо техники, изобретенное российскими учеными, было куплено в 2015 году. Аппаратно-программный комплекс предназначен для измерения геометрических параметров рельсовой колеи и ее пространственного положения. Комплекс уникален. В нем используются данные глобальных систем GPS и GLONASS. Применение данной технологии при ремонте и строительстве находится в начальной стадии не только в России, но и в мире. А если говорить о путях промышленного транспорта, то мы являемся пионерами данной технологии. В реальном времени мы видим параметры, геометрию, это ширина, уровень железнодорожной колеи. И после обработки мы сразу получаем данные по пространственному положению. Это положение в плане, в профиле, высоты, углы, радиусы кривых. То есть такой информации мы, в принципе, раньше даже не обладали. В 2007 году к предприятию «Ремпуть» присоединились еще три подразделения. В вагонный цех, служба сигнализации, централизации и блокировки, а также контактная служба. 3700 вагонов, из них 700 с правом выхода на пути общего пользования. Таково сегодняшнее достояние вагонного цеха. Сундук с драгоценностями так можно охарактеризовать наследство, доставшее «Ремпути» после присоединения этого цеха. И чтобы он не превратился в ящик «Пандоры», необходим каждодневный труд, физический и интеллектуальный. На заре строительства российских железных дорог Николай I написал указ. Баб к чугунке и на пушечный выстрел не подпущать. В вагонном цехе, да и в других службах «Ремпути» женский труд сегодня востребован. У нас работает 268 человек в состав нашего цеха. Больше половины из них – женщины, которые занимаются осмотрами вагонов. Это 150 человек. Они работают на 17 железнодорожных станциях комбината. Специфика нашей работы очень тяжела. Как осмотрщик требует крепкой закалки, глубоких знаний. Сложность основная в том, что вся работа осмотрщика проходит под открытым небом. То есть ветер, зной, мороз и солнце – это все наше. Около сотни человек вагонного цеха работают непосредственно в депо. Они занимаются восстановительным ремонтом вагонов. По программе модернизации в цехе регулярно появляются новые станки. Например, не так давно был куплен токарно-винторезный станок. Буквально полмесяца назад был доставлен станок для обработки пятников грузовых вагонов. Он позволяет продлить срок службы этих узлов в два раза. Раньше ремонт данного узла приходилось заказывать у сторонних организаций. Также в цехе действуют современные станки по наплавке и обточке грибней колесных пар. Впрочем, специалисты цеха умеют работать не только на готовеньком, но и самостоятельно изобретать что-то новенькое. Специалистами вагонного цеха был разработан и пущен в эксплуатацию вагон новой модели, не имеющий аналога в России, предназначен он для перевозки горячего шлака. Все это мы делаем в наших условиях. Он выдерживает высокие температуры. Раньше под этой перевозкой был задействован подвижной состав «Думкары» «Красная Сормова». В 30-х годах выпуска сейчас, к сожалению, таких вагонов уже не выпускается. Сколько мы не обращались к вагонным изготовителям, не могли они под наши условия подобрать и разработать вагон. Мы его придумали своими силами и на базе вагонов ВС-60 изготавливаем новые вагоны. Еще одно подразделение, которое влилось в состав «Ремпути» в 2007 году – служба сигнализации, централизации и блокировки. По факту службе 81 год. Ведь первые железнодорожные переезды, первые семафоры, которые-то и лежат в зоне ответственности работников службы, появились на ММК еще в 1935 году. Конечно, за эти годы служба невероятно прогрессировала. Ее работники отвечают за то, чтобы процесс внутрикомбинатовских железнодорожных перевозок проходил максимально эффективно. Здесь задействованы самые современные методы организации передвижения поездов, которые позволяют увеличить пропускную способность станций-перегонов, делают процесс управления грузопотоками ритмичным и безопасным. Если раньше, допустим, необходимо было для того, чтобы задать маршрут при прибытии поезда или при осуществлении каких-то маневровых передвижений, выходил стрелочник из своего поста, шел, подходил к каждой стрелке вручную, переводил ее с помощью баланса, потом возвращался и давал диспетчеру команду о том, что маршрут движения для поезда приготовлен и дальше, собственно говоря, начиналось движение, да, то есть ответственность, довольно серьезная работа, то вот эти самые устройства СЦБ, которые мы обслужим, они как раз позволяют диспетчеру, находясь в теплой, уютной диспетчерской, нажать две кнопки начала и конца маршрута, и дальше устройства сигнализации, централизации, блокировки делают как бы все сами. По количеству эксплуатированных устройств, хозяйство, находящееся в ведении службы сигнализации, централизации и блокировки, сопоставимо с Южно-Уральской железной дорогой. В его ведении почти полторы тысячи централизованных стрелок, больше двух тысяч светофоров, около двух тысяч рельсовых цепей. В коллективе службы 141 человек. С 2007 года, когда служба перешла в состав Ремпути, ее персонал получил возможность выступать и как подрядчик при выполнении реконструкции электронных устройств существующей станции. В 2016 году мы закончили реконструкцию электрической централизации стрелок и сигналов станции Домино, очень крупную, где была практически полностью заменена блочная релейная аппаратура, магистральные кабельные сети и применены смонтированные светофоры, новая светофорная сигнализация с применением новейших светодиодных оптических систем. Еще одно подразделение, которое принял под свое крыло Ремпути в 2007 году, это служба контактной сети. Не секрет, что все артерии железнодорожного транспорта ММК взаимосвязаны с технологическим процессом. Остановка одной станции или перегона, где, к примеру, вышла из строя какая-нибудь мелочь, влечет за собой не только остановку поездов, проходящих по этой станции, но и остановку агрегатов и даже цехов, а это влечет за собой колоссальные экономические сдержки. Поэтому так важно моментально устранять какие-либо нарушения в сети. В 2015 году в рамках инвестиционной программы предприятия Ремпути был приобретен автомобильный гидроподъемник для улучшения работы электрооборудования на контактной сети. Раньше подобную машину приходилось заказывать у сторонних организаций, что было крайне неудобно. Не всегда доставка была оперативной, а значит, провисал и ремонт. Собственный гидроподъемник дал возможность укладываться в минимальные сроки. «Появилась возможность сократить технологические окна предоставления железнодорожным транспортом для выполнения каких-то работ. И при устранении аварийных выходов из строя электрооборудования значительно обезопасить труд рабочих, так как можно в какие-то труднодоступные места подойти, так как она у нас 28-метровая, и высота тоже не имеет значения». Служба контактной сети также занимается установкой и обслуживанием мачт-освещения на станциях комбината. А это цех обслуживания локомотивов. Он влился в состав Ремпути в 2010 году. Как ясно из названия, задача его работников – ремонтировать локомотивный парк комбината, а также метизно-калибровочного и цементного заводов. А работникам цеха есть чем гордиться. «За последний год приобрели новый станок. Что нам это позволяет? Мы сделали анализ, буквально мы его ввели в работу в октябре месяце. И в ноябре месяце – не такая большая загрузка, но тем не менее мы, не заказывая детали в МРК, а изготавливая на собственном станке, сэкономили 67 тысяч рублей». На первый взгляд 67 тысяч рублей – сумма небольшая. Но копейка-рубль бережет. И за год выйдет приличная экономия. Нужно всего-то делать самим, то, что раньше заказывали у других. Также в цехе появился стенд для обкатки топливных насосов высокого давления. А своевременная регулировка насосов экономит топливо на локомотиве. И не только топливо. «Мы можем быстро устранить неисправность. Если до этого, до приобретения этого стенда, мы бы стояли перед вопросом, либо нам приобретать новый, допустим, тот же насос, который стоит больше 200 тысяч, либо пытаться его как-то отрегулировать, отремонтировать, что не всегда получается. Но что стенд позволяет нам эту работу сделать? Даже колесные пары мы теперь делаем сами, гордятся работники цеха обслуживания локомотивов. Заготовку оси покупаем, а вытачиваем и формируем колесные пары самостоятельно. Денег экономится много. Готовая колесная пара сегодня стоит полмиллиона рублей, а произведенная своими руками обходится тысячу в двести. В Ремпути работать с нами стало проще. Делится с нами Александр Бойко. Руководство рядом, все вопросы решаются оперативно, и люди стали чувствовать себя увереннее. В этом цехе, как и на всем предприятии Ремпуть, активно развивается рационализаторское движение. Один из интеллектуальных генераторов – ведущий инженер электроник цеха Дмитрий Кабанов. Например, он придумал установить на электровоза серии ЕЛ-21 ограничитель перенапряжения. После ремонта на Челябинском ремонтном заводе у электровоза было три отказа, слишком слабой была защита от перенапряжения. В итоге установленный в цехе ограничители уже шесть раз за год спас электровоз. Если учесть, что раньше каждый ремонт обходился в 300 тысяч рублей, а один ограничитель стоит всего 4 тысячи, можно подсчитать, насколько экономически эффективным оказалось предложение Дмитрия. Он устроился в цех обслуживания локомотивов в 2007 году после работы во Всероссийском институте электровозостроения в Новочеркасске. И по сей день тесно сотрудничает с его специалистами. Я был в составе разработчиков электровоза НПМ-2 серии. Ну и здесь ремонтирую эту серию, больше по ней. Ну и соответственно, все наработки, все отказы, статистику нарабатывал, и все предложения передавал в свой институт, в котором я раньше работал, который занимался разработкой. Я как бы отдавал оперативную статистику, свои соображения, как устранить. Институтам была предложена модернизация электровоза. И как бы после обсуждения с комбинатом, с руководством, было принято решение модернизировать. Комбинат дал добро на это дело, и у нас появилась модернизированная серия электровозов НПМ-2М. И, наконец, последний, пока цех в структуре ООО «Ремпуть» — цех подготовки вагонов. Он был основан в 1995 году как участок ЛПЦ-10 по оборудованию вагонов и изготовлению многооборотных средств крепления. Сегодня цех состоит из четырех участков. Оборудование вагонов, изготовление рам, очистки вагонов, а также участка очистки от массовых грузов коксохимического производства. Работа физически сложная, напряженная. Не каждый работник в состоянии выдержать данный труд, потому что основная масса работы происходит на улице. Люди, которые к нам приходят и пытаются устроиться на работу, не все выдерживают данную физическую нагрузку, поскольку приходится работать руками, ударным инструментом. в течение 12 часов с небольшими перерывами на обед, на отдых. Вагоны, которые приходят на чистку и мойку в этот цех, как и посуда на кухне. Разной степени загрязненности. Какие-то относительно чистые, словно миска после варки яиц. А над вагонами с коксохима приходится покорпеть, как над кастрюлей с подгоревшей кашей. Зимой масса остатков грузов колеблется от 200 килограммов до тонны полутора. И никакой волшебной эфири тут не поможет. Только лом, только хардкор. Представьте, какие физические усилия приходится прилагать, чтобы полностью очистить вагоны от остатков мерзлого кокса. Зато мойка очищенных вагонов происходит по-современному аппаратами высокого давления. Предприятие РЖД предъявляет жесткие требования к чистоте вагонов. Их поверхность должна быть столь же чиста, как и поверхность кухонного стола у хорошей хозяйки. Предварительно они нагреваются до 0 градусов. За зиму в цехе моются от 1000 до 1200 вагонов. Летом их количество достигает до 1800. Все благодаря пущенному в этом году ангару на 7 помывочных мест в добавлении к тупичку, где мылось всего 4 вагона одновременно. С каждым годом работать в цехе становится все же полегче. Приобретается современное оборудование, которое частично берет на себя физический труд рабочих. На этом участке появилось 2 станка в этом году вентопилочный и вырубной. Позволяет увеличить объем изготавливаемых изделий на 30%. Перед вами один из новых станков для резки металла. Он появился тут всего месяц назад. Рабочие уже оценили его полезность. Раньше электрогазосварщик резал резаками они резали заготовку, поэтому получалось более некачественно, неровно и размеры не соответствовали. А здесь более точно и повысило действительно качество заготовки для сварщика и количество увеличилось. Соответственно и сварщикам легче стало работать и нам проще работать. Благодаря инвестиции Магнитогорского металлургического комбината предприятие «Ремпуть» уже четвертый год вкладывает деньги в производство. По прошлому году нам удалось на 15 миллионов оборудования взять. Это на 17-й год мы планируем на 12 миллионов. Это оборудование не то, чтобы на замену устаревшего появляется новый подвижной состав, новые блоки СЦБ, контактная сеть, там, цех обслуживания локомотивов. Это новые стенды, стенды по производству и определению работоспособности реле, ну и технику, конечно, мы приобретаем. Технологии предприятия «Ремпуть» впечатляют, хотя, конечно, в любой компании всегда есть к чему стремиться и что внедрять. Например, на железной дороге в Швеции тепло, выделяемое пассажирами, используется для обогрева расположенного неподалеку офисного здания, а их поезда с рудой, курсирующие вдоль побережья, генерирует электроэнергию в пять раз больше, чем потребляет. Это электричество используется для прибрежных городов и деревень. Глядя на раскаленные слябы или вагоны с дымящимся шлаком, понимаешь, что нам есть куда расти. А уж тепло на Урале всегда можно найти достойное применение. Впрочем, в канун Нового года хочется говорить о другом тепле, человеческом, а его работники «Ремпути» выделяет в огромных количествах. Ведь они не только добросовестно трудятся на производственной площадке, но и участвуют в разнообразных мероприятиях, организованных профсоюзным комитетом комбината и самого общества. Многолетнее лидерство в конкурсе «Горячие парни горячих цехов», победа в конкурсе «Профсоюзные девчата», первое место в футбольной любительской лиге, первые строчки в турнирной таблице и у хоккейной команды предприятия, шахматы, игры «Что, где, когда» и многие другие, далекие от производственной деятельности состязания укрепляют столь нужный на любом предприятии корпоративный дух. У нас есть одна проблема в том, что наше общество «Вовремя путь» находится на всей производственной площадке АОМНК. Это не те производства, которые находятся в одной кучке, где можно людей сразу вытащить, связать и что-то провести. Нам приходится именно вот такими методами где-то в каком-то месте их собирать, чтобы они хотя бы знали, что это одно общество. И это удается. Коллектив «Ремпути», как никто другой, знает, что они члены большой дружной команды, где все путем. В преддверии новогоднего праздника хочу пожелать всем членам профсоюза, Горно-Металлургического профсоюза России, здоровья, счастья в личной жизни, всего самого доброго, совершения всех мечт, которые были задуманы на 2017 год. В канун Нового года я, конечно, сердечно поздравляю весь свой коллектив. Очень благодарен за хорошую безаварийную работу, за дисциплину, которую соблюдает предприятие и выполняет все задания, которые необходимы по содержанию инфраструктуры железнодорожного транспорта. Всех с наступающим Новым годом, здоровья, успехов трудящимся и их семьям. Любое крупное металлургическое производство – это отнюдь не набор бездушных винтиков от звонка до звонка, выполняющих какую-то однообразную работу. Нет. Производство металла – процесс многоступенчато сложный, а где-то и творческий. Недаром на ММК всегда ценились те, кого принято сейчас называть словом рационализатора. Хулибин и изобретатели – инженеры, старающиеся сделать производственный процесс проще, менее затратным, эффективным и безопасным. Один из таких людей – бывший главный инженер горно-обогатительного производства Николай Константинович Гостев. С металлургией тогда еще 14-летнего паренька свела война. 21 июня 1941 года Николай с другом отправились на велосипедах в Белорецк, переночевали у знакомых, а наутро… А рано утром будет нас бабушка вся в слезах и говорит «Вставайте, ребята, война». По попутной машине мы вернулись домой в Индогорск, в школу я больше не пошел, начали искать работу. Ну, нигде не берут, 14,5 лет, да и комплекция была не из крепких. С завода на фронт ушло около 10 тысяч человек. Нужно было срочно переходить на выпуск оборонной продукции, ведь до войны ММК работал исключительно по мирным заказам. Из Мариуполя привезли эвакуированный прокатный стан, его установили в поле, подвели коммуникации и он заработал. Крышу возвели позже. Из Днепропетровска прибыли метизный завод и токарный цех. Их тоже оперативно ввели в эксплуатацию. Часть специалистов приехали с эвакуированными заводами, но рабочих рук все равно не хватало. К станкам на специально сколоченной подставке становились школьники. Ну, когда из половины в 2015 приняли учеником лаборанта в центральную заводскую лабораторию. Научили меня делать на приборах, определяют на приборах содержание углерода и серы в чугунах, сталях, сплавах и поставили самостоятельно работать. Когда исполнилось 16 лет, поставили работать самостоятельно, не учеником. И в лабораторию фасоном вальца стали литейного цеха. Там работали две мартеновских печи 25-тонных, одна электропечь трехтонная и четыре в огранке чугунной литейки в чугунной литейном цехе. Здесь пареньку необходимо было определять содержание углерода в металле, а иногда брать пробы во время варки стали для танковых башен. Ну, когда варится вот такая высоколигированная плавка, в лабораторию набирается много людей, начальство в основном все ждут содержания углерода по расплавлениям плавки. Ну, это мои анализы. Страшно было. Ну, ничего, потом привык. В 1944 году всех работающих на комбинате подростков отправились заканчивать свое прерванное обучение. После окончания техникума Николай Константинович поступил по распределению в горное управление. Стал учиться на агломератчика, чтобы работать на седьмой машине, где прошел серьезную производственную школу у именитых мастеров. На производстве гостев одолел все ступеньки рабочего мастерства, трудился старшим агломератчиком, руководил сменой, начальником второго агломерационного цеха, а затем и главным инженером всего горно-обогатительного производства. Но это потом. А пока были ударные 50-е. Строительство и пуск в 1952 и 1954 годах двух мощных доменных печей потребовали значительного увеличения объема производства подготовленного железорудного сырья. Этим и было определено строительство в составе горного управления агломерационной фабрики номер 3. Она вступила в строй в 1953 году. Ее пуск и освоение прошли намного успешнее, чем двух первых фабрик. На ММК появились доморощенные квалифицированные кадры. Выросли и возмужали подростки военного периода. Вернулись к мирной жизни фронтовики. Стали инженерами и техниками классные специалисты. В костяке нового коллектива на должности начальника смены оказался и наш герой. К исходу первого года работы фабрика выдала 1 миллион 800 тысяч тонн афлюсованного агломератом. А в 1954 проектная мощность фабрики в 2,4 миллиона тонн была перекрыта. В 1957 году коллектив треки аглофабрики удостоился звания лучшая аглофабрика Советского Союза. Расширение добычи рудником горы магнитной сернистых руд продиктовало необходимость увеличения обогатительных и агломерационных мощностей. В 1957 году силами треста магнитострой началось разведение дробильно-обогатительной фабрики номер 5 и аглофабрики номер 4, в составе которой предусматривалось 4 агломашины с площадью спекания по 75 квадратных метров в полтора раза больше, чем на агломашинах первых трех фабрик. В соответствии с проектом мощность фабрики должна была составлять 3,6 миллиона тонн окускованного доминого сырья в год. Однако этот рубеж оказался недосягаем в связи с частыми аварийными остановками нового не испытанного ни на одной фабрике стороны оборудования. Решено было провести серьезную реконструкцию, в ходе которой все агломашины были удлинены на 32 метра, а также выполнены другие технические мероприятия. Здесь-то и пригодилась инженерная смекалка Николая Константиновича. Пришлось менять изгостера. Изгостера пускали фабрику, там поставили изгостера производительностью 3500 3500 метров кубических в минуту. Воздух откачивается от машины такие изгостера, а потом вынуждены были поставить 6,5 даже 7300 кубов в минуту. Вот такие мощные поставили, поскольку шехта изменилась, была зернистая на своей руде, а стала плотная шехта из состоящих из тонко измельченных концентратов. Железо удержали, даже выше стали производить агломераж железа, но вот это потребовалось коренной реконструкции по тяготутевым средствам, и площади машин были 50 квадратных метров, потом мы нашли решение, сделали их 62,5 уши, жили палату, потом приняли решение увеличить, заменить машины на АКМ 75, значит, 75 квадратных метров, и переделали вторую и третью агрофабрику, значит, пять машин, на второй, четыре, на третий, на машины АКМ 75. Ну, из гостера, соответственно, к ним поставили вот такие, в такой мощности, и опять вышли на уровень, который нужен доминому цеху и по количеству, и по качеству. В это время встал и вопрос экологичности производства. Выжигаемая серо уходила в атмосферу. Необходимо было строить серо-улавливающие установки. Опыта такой работы на Магнитогорском комбинате не было, пришлось учиться за рубежом. В результате дела на Аглофабрике пошли на лад. Стало меньше поступать серы, мы поставили более мощные серо-улавливающие установки, ну, и положение в городе стало значительно лучше. На трудовом веку Николая Константиновича состоялся пуск третий и четвертый Аглофабрик. При непосредственном его участии проходила реконструкция Аглофабрики номер 4. Ее опыт высоко оценили в производственных отраслевых школах агломеральщиков. Работа главного инженера, по словам Николая Гостева, занятия не из легких. Когда от твоих решений зависит дальнейшая судьба и пути развития производства, поневоле будешь трудиться на пределе возможностей, что называется, гореть на работе. Разбираться, что мешает, находить решение и внедрять его. Вот это и есть работа главного инженера. Совершенствовать технологии, совершенствовать оборудование, повышать квалификацию, следить за обучением, чтобы курсы работали, чтобы принимали людей, имеющих специальность, поэтому... Неоценимый опыт главного инженера зачастую оказывается востребован и по сей день. Ушел на пенсию. Ну, побыл там меньше года. Позвонили агломеральщики, говорят, надо, как они сказали, Николай Казахстевич хватит диван давить, выходи работать. В это время ММК заключил договор по замене старых двухконусных засыпных аппаратов для доменных печей на новое оборудование немецкой фирмы Лурье. Однако технические условия работы на них требовали, чтобы подаваемый на оборудование агломерат по температуре был не выше 100 градусов. На аглофабрике же выдавали в доменный цех пироги, пышащие жаром в 800 градусов. Здесь остро встал вопрос с охлаждением агломерата. Мне поручили создавить техническое задание для нашего института гипромес Магнитогорский гипромес как привязать эти кольцевые охладители по второй и третьей фабрике к существующим фабрикам вписать в существующую технологию подготовил эту документацию техническое задание сделал его приняли дали его в комбинат в этом утвердили в Уксе и Магнитогорский гипромес приступил к работе. Так от проекта к проекту начался второй постпенсионный рабочий виток в карьере талантливого инженера ставшего ценным внештатным экспертом. С удовольствием следит ветеран за делами агломератчиков и сегодня ведь деятельность это естественное состояние человека. субтитры и субтитры Продолжение следует...